Приветствую вас! Во-первых, сразу хочется сказать, что вы обратились в раздел «Психология». Мы, психологи, не занимаемся гаданием и мы не рекомендуем каких-либо молитв. То есть мы как бы продвигаем в большей степени такой научный метод, в том числе научный метод работы с человеческими проблемами. Поэтому здесь вот хочется вам отдельно на это указать, потому что это, на мой взгляд, важно. На мой взгляд, это важно. Вот. Дальше идем. Значит, смотрите, вы пишите о том, что у вас ребёнок инвалид, и, соответственно, вы ждёте, то есть хотите, чтобы вот муж вернулся, потому что очень сильно его ребёнок ждёт. Вы знаете, хочется вам сказать, что ваш ребёнок, он ни в коем случае не должен очистить на себе какого-то влияния на эту ситуацию, того факта, что он инвалид, там и где-то. А в противном случае ему потом дальше в жизни будет очень тяжело. Вот. А ваш муж нуждается в мотивации, с одной стороны, чтобы возвращаться снова и снова. Вот. А с другой стороны, вашего мужа, опять же, как сказала моя коллега, ну, совершенно верно, сказала моя коллега, что у вашего мужа есть обязательства. Обязательства перед ребёнком, да, так он обязан выполнять свою родственскую обязанность. Если он этого делать не хочет, то, соответственно, уже достаточно серьёзный такой момент. Вот. Вот. И в этом смысле, в этом случае, если он не хочет выполнять своих обязанностей, как, ну, как отец, вот, то в этом случае, возможно, имеет смысл, ну, возможно, имеет смысл оградить, наоборот, его от ребёнка, потому что ничего хорошего. Он может ребёнку и не дать, вот, раз у него нет какого-то, какого-то желания, желания заниматься там с ребёнком, вот, а заставлять его, ну, то есть, если вы будете его заставлять, да, то эта ситуация ни к чему хорошему, тем более, тем более не приведёт там страну. Ребёнок будет чувствовать фальшь в отношении, ну, в отношении к нему, вот, и, в общем, это очень негативно отразится на нём, вот. В первую очередь, конечно, нужно понять, вот вы говорите, что мы все два горя мужа, он все бегает, куда бегает ваш... Возьмусь конкретно, куда он бегает, что он делает, это, на мой взгляд, это то, что нужно исследовать, вот, что нужно исследовать, то, что нужно прорабатывать, куда бегает ваш муж, почему он бегает, что он ищет, что ему не хватает, это вот те аспекты, которые необходимо очень тщательно исследовать, вот, потому что муж пытается, ну, по сути, он пытается получить то, чего ему не хватает, вот. Ну и дело здесь, конечно же, не в молитвах, да, вот, дело здесь не в молитвах, а дело здесь заключается именно в его мотивации делать что-либо, и в его мотивации делать что-то для вас, вот, ну, для вас с ребёнком, вот. Так что, ну, здесь такая вот история, она деликатная, и как бы нужно понимать, что есть причины, в котором такая ситуация происходит, может быть, мужчина следит за ребёнка, вот. Такое, хоть и неприятно очень, но бывает, вот, и никуда от этого не деться иногда, ну, поэтому, к этому, наверное, надо быть спокойно, и будет лучше, если вы поговорите с мужем, вот, всё выясните, всё обсудите, вот, и если он там действительно не хочет, если он действительно за ребёнка стыдится, да, то, соответственно, лучше будет вам обоим это признать, вот, и, соответственно, уже, исходя из этого, устраивать свою модель поведения в дальнейшем, вот. Потому что, если пытаться игнорировать факты, которые, ну, например, свидетельствуют о том, что человек не хочет идти на контакт, вот, с ребёнком, то, ну, абсолютно никому хорошо от этого не будет, в том числе и вашему ребёнку, вот. Вам желательно бы отделить свои чувства, свои эмоции, вот, от того, что вы хотите для своего сына, потому что сын это всё-таки одно, а ваше отношение с мужем это совсем другая история, вот. Так что путать эти два аспекта, хоть и смежных, но всё же разных, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Вот, значит, вот такой аспект, такой момент, мне кажется, так что, ну, здесь вот нужно на это тоже обратить самое пристальное внимание. Ваше, ваше, самое пристальное ваше внимание. То есть дело здесь не в молитвах, да, каких-то, а именно вот в адекватном, конструктивном построении отношений с мужем, да, и с ребёнком. Вот. То есть вы упоминали такой момент, как взрослый человек, а то ему 62 года, вы пишете, он по вашим словам куда-то бегает постоянно, вот. То есть это, на мой взгляд, нуждается тоже в корректировании, то есть вы считаете, что он 62 года не должен бегать куда-то или как. Вот, ну, а сын, ваш сын, ну, всё-таки, нуждается в определённой поддержке, в определённой поддержке, нуждается ваш сын. Вот. Потому что, ну, вполне возможно, вполне вероятно, что сын уже начинает складывать некое такое искажённое, деструктивное... деструктивное представление о себе. Вот. Вот. А, так, примерно, я могу вам ответить на вопрос, который вы задаёте, да, то есть если вам в сферке нужна молитва, то будет лучше, если вы обратитесь в раздел эзотерики. Ну, вот, эзотерики, в этом смысле, возможно, помогут вам лучше, либо в раздел религия. Там вам также подскажут молитвы. Вот. Ну, а мы, психологи, пытаемся работать с своей стороны. Вот. И если у вас есть проблемы во взаимоотношении с мужем, то вам нужна сменная консультация для того, чтобы... изменить своё поведение, которое, в свою очередь, изменит поведение вашего мужа. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.